Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поделиться с тобой переводом, профессиональным переводом последнего видео Боба Лукаса, в котором он комментирует ситуацию на рынке и говорит, почему страх на самом деле является твоим другом. А именно сейчас на рынке присутствует большой страх. Это видео было переведено моим переводчиком и озвучено моим диктором. За это я заплатил деньги, кстати говоря, и поэтому оно может отличаться по стилю от того, как обычно я подаю свои видеоролики. Но в любом случае, я думаю, тебе будет интересно послушать эту работу. Буду очень признателен, если ты поддержишь ее лайком. Ты даже не представляешь, каким колоссальным трудом является перевод получасового видеоролика от Боба Лукаса. Ведь все-таки это Боб Лукас, биткоин-аналитик, чьи мысли достаточно сложно понять, а уж тем более перевести. Ссылка на оригинал, как обычно, будет в описании. Вся слава достается Бобу Лукасу. Приветствую всех последователей «Четырехлетнего путешествия». Надеюсь, что у вас все хорошо. На связи Боб Лукас. Сегодня 15 декабря 2021 года. По сути, прошло почти три года с момента окончания предыдущего четырехлетнего цикла и начала текущего четырехлетнего цикла. Прежде всего, я хочу извиниться, но на этой неделе мне действительно не по себе. И у меня нет настроения на длинное подробное видео. Кроме того, я собираюсь уйти на отдых, именно сейчас, в конце года, и на пару недель побыть в оффлайне. Но я решил, что лучше уж что-то, чем совсем ничего. С выхода последнего видео прошло пару месяцев. Сегодня будет довольно короткое видео. И я не собираюсь вдаваться в подробности. Честно говоря, ничего существенного в моем мировоззрении в целом не изменилось. Да, есть некоторые области, где появились возможности для беспокойства. Но как активный ходлер, как человек, стремящийся извлечь выгоду в течение очень длительного периода времени, большая часть всего этого на деле попадает под категорию шума. И, в общем-то, подыгрыванием, чужим страхом, с их прочтениями графиков, в которых они просто нетерпеливы или обеспокоены тем, где они сейчас находятся со своими позициями. Итак, давайте рассмотрим несколько идей, которые у меня есть в отношении текущего четырехлетнего цикла. Конечно, начнем с того места цикла, где мы находимся. Месячный график. Начнем с месячного. С ежемесячной перспективы. Вот мы три года назад, в декабре 2018 года. Мы наконец-то достигли дна после годичного спада почти до пика пяти лет назад. Извините, пика четырех лет назад, в декабре 2017-го. А три года назад достигли дна. Так что это был идеально одногодичный медвежий рынок, который заложил основу для текущего четырехлетнего цикла. Следующий минимум четырехлетнего цикла должен быть здесь, в конце 2022-го года. В общем, ровно через год. Плюс-минус пару месяцев в конце этого цикла. Это, разумеется, в среднем. Возможно, отклонение на 10% по обе стороны от ожидаемого минимума цикла. Это единственный момент в моем анализе, который действительно имеет наибольшее значение. И я думаю, что люди постоянно зацикливаются на том, где же будет вершина, а где падение. Но если падение происходит не точно там, где его ожидали, или где я ожидал, может быть, два или три года назад, они начинают терять уверенность в своем общем позиционировании и в своем общем тезисе. Этот прыжок в цикле может произойти практически где угодно, и в основном это зависит от долгосрочного тренда. Поэтому, когда есть долгосрочный восходящий тренд, как у нас здесь, с биткоином, в течение 10 лет, долгосрочный восходящий тренд бычьего рынка, обычно вы обнаружите, что вершина будет намного ближе к следующему минимуму, и это позволяет проводить много времени в восходящей части. Таким образом, в условиях мощного долгосрочного восходящего тренда на бычьем рынке, вершина четырехлетнего цикла, скорее всего, произойдет примерно через три года, а может быть, даже глубже в четырехлетнем цикле. И когда я начал эту серию видео, три года назад, первое видео, которое, как мне кажется, было записано 8 декабря 2018 года, я, по сути, сказал примерно через три года, примерно там, где мы находимся сегодня. Это обычно тот момент, где мы должны, по крайней мере, ожидать область вершины на бычьем рынке. И этот момент еще не настал. Похоже, что вершина этого бычьего рынка теперь перенесена на 2022 год, и похоже, что к первому кварталу, вероятно, времени не хватит. Скорее всего, ко второму кварталу. И это прекрасно соотносится с точки зрения цикла. Это... это действительно основа низ, и это будет иметь значение. И вот что происходит. Чем дольше или глубже мы погружаемся в цикл, тем в теории короче будет продолжительность следующего реального медвежьего рынка. Хотя это также немного несущественно. У нас уже было несколько откатов на 50% или 45% или более в пределах этой восходящей части четырехлетнего цикла. Волатильность есть только в биткоине. И я чувствую, что в целом, основываясь на комментариях и на том, что я читаю, большинство людей все еще не полностью восприняли профиль волатильности, который мы видим в биткоине. И мы действительно видели еще с самого начала, что когда есть класс активов, который может утроиться и учетвериться всего за несколько месяцев, как это было в том же 2017 году, или в 2013, или в начале этого четырехлетнего цикла, ну и, конечно же, год назад, с забегом от 10 до 60 тысяч, все, что имеет способность или профиль, позволяющий совершить подобное движение, также имеет обратную сторону. Огромные риски и возможности падения в любой момент времени. И, повторюсь, если вы не можете принять это в своем позиционировании, и поэтому я всегда говорю, что размер вашей позиции имеет значение при классе активов с таким типом волатильности. Если вы не можете удерживать свою позицию сквозь колебания и эту волатильность, вы не сможете дойти до конца цикла и реализовать эти достижения. И я упоминал об этом практически в каждом видео с самого начала. И я всегда говорил о том, что главный приз в этом цикле находится в таком квадранте в этой области, примерно в этом периоде времени, и намного выше, чем где мы сейчас. А это приводит к следующему естественному вопросу. Окажемся ли мы там? Потому что, когда я написал в Твиттере, я думаю, что это было в понедельник, или даже раньше, в конце прошлой недели, есть ли у вас вопросы к следующему видео? На какой вопрос вы хотите, чтобы я ответил? И довольно интересно, что подавляющее большинство задаваемых вопросов касалось по сути того, что мы уже достигли вершины. Была ли это двойная вершина? Это медвежий рынок. Многие из них были просто заявлениями о том, что это был медвежий рынок. В общем, было очень много вопросов о негативных элементах, негативных вопросов, и всего лишь несколько вопросов о том, насколько высоко мы можем подняться, насколько далеко мы можем зайти в этом росте. В циклах настроения очень важны, и я заметил огромный сдвиг в настроениях, почти как, ну не полностью медвежий, но настолько же медвежий, как в марте 2020, когда они восстановились и, безусловно, приблизились к уровням настроений, которые мы видели в период бычьего, в период медвежьего рынка 2018 года. Так что, с противоположной точки зрения, моим ушам такая музыка приятна. Я... Бычьи рынки, очевидно, заканчиваются большой эйфорией и дикими настроениями в сторону быков. Но ничего подобного мы не видим. Да, можно утверждать, что у нас было нечто похожее на это в декабре, в ноябре, от мартовского забега, который был в этом году. Но в то же время я не ощущаю, что это был тот тип настроения, тот тип розничного участия, который я ожидал увидеть от класса активов, которые созревают таким образом. Определенно не было ничего похожего на движение 2017 года с точки зрения настроения, с точки зрения нового участия в розничной торговле. Здесь из-за этого мало что произошло. По факту... Да, мы видели какое-то участие в рознице. Новое участие в розничной торговле в конце этого движения. У меня были знакомые и друзья друзей, которые вроде как подключились к этому моменту. Но повторюсь, ничего близкого к тому типу протяженности, который мы видели в прошлом. И на мой взгляд, что еще более важно, ничего, что приближается к типу мании, которую, как я думаю, мы ожидаем увидеть на бычьем рынке с гораздо более высокой рыночной капитализацией, с гораздо более широким участием. И это одна из главных движущих сил для меня. Думать о том, что мы еще не видели пика в этом четырехлетнем цикле, что нас все еще ждут дальнейшие действия. Кроме того, я не такой уж прям антчейн аналитик, но я действительно изучаю некоторые из этих данных. И некоторые из этих данных действительно полезны с точки зрения накопления. Данные о работе майнеров. Мне кажется, что мы просто строим еще одну базу прямо вот здесь, которая поддержит последний забег к пику четырехлетнего цикла. Если взглянуть на это на недельном графике, немного дальше, все выглядит немного похожим по структуре, по крайней мере на то, что у нас было здесь в 2019 году, до возможного взлета на эту вершину. Это почти как, если бы мы... Я говорил об этом основании и вот здесь, когда оно еще строилось. Оно было катализатором или, по крайней мере, трамплином, который позволил совершить столь ощутимый скачок. И этот четырехлетний цикл имеет много таких характерных черт. Если вы помните время, когда закончился медвежий рынок, очень немногие ожидали того, что это все продолжится. На тот момент биткоин был мертв. А затем биткоин в течение 6-10 недель устроил форекс-рост, из которого очень немногие люди смогли извлечь выгоду и воспользоваться моментом. И так продолжалось до тех пор, пока он не превысил этот уровень 10 тысяч, и буквально за пару недель поднялся до 14 тысяч. Все, кто участвовал в прошедшем бычьем рынке, наконец проснулись и сказали «Офигеть! Биткоин действительно вернулся! Медвежий рынок закончился! Пора снова в дело!» Ну а что любят рынки? Им нравится наказывать недисциплинированных инвесторов и трейдеров, которые опаздывают на любое движение и которые, по сути, следуют за стадом. И это привело к довольно жестокому 9-месячному спаду, который также достиг кульминации после того, как люди оказались в ловушке с этим вот движением, с одним из самых легендарных коллапсов в истории биткоина. Но это же заложило и посеяло семена для строительства этого основания. Разумеется, повторюсь, я говорил, что это еще не вершина четырехлетнего цикла, а место, куда можно вернуться. И в конце концов мы совершили этот забег, и я снова думаю, что этот четырехлетний цикл действительно показал нам два основных этапа. А в остальное время было много встряхиваний, много своего рода перемалывания взад и вперед, что очень расстраивало многих людей. Единственные люди, которые, как мне кажется, очень хорошо вышли из этого цикла. Конечно, всегда есть очень... Всегда есть много индивидуальных случаев, но люди, которые преуспели лучше всех, это люди, которые следуют подобным стратегиям, в которых ты смотришь на гораздо более широкий, гораздо более длительный период времени. И ты веришь в лежащую в основе философию и технологию, и ты оперируешь разумной позицией, и не позволяешь 50-60% падениям, встряскам, коллапсам вытряхнуть себя из этой позиции. Потому что ты имеешь долгосрочную стратегию, долгосрочную цель, основанную на времени, а также цене, и это позволяет тебе оставаться в позиции. Но теперь, когда мы уже три года в цикле, я чувствую, что эта позиция, эта вера колеблется, и люди действительно сомневаются в этом нарративе. И это потому, что по большей части, если ты следуешь этой стратегии, то получаешь действительно значительную прибыль, по крайней мере, на бумаге, при условии, что ты смотришь на свой биткоин-стэк с точки зрения доллара или другой фиатной валюты. Конечно, есть такие, в том числе и среди моих слушателей, кто рассматривает свой портфель как один биткоин, равный одному биткоину. И для них это не имеет особого значения. И у них все нормально. В этом смысле они настоящие ходлеры. Им это безразлично, так как они в этом на очень-очень долго, независимо от какого-либо спада четырехлетнего цикла, не говоря уже об этих промежуточных спадах. Но для активных участников, для тех, кто хочет войти на более длительные сроки на невысокой цене и, по крайней мере, получить часть этой прибыли и, возможно, купить хорошую недвижимость или укрепить свое финансовое будущее, для них это важно. И я думаю, что прямо сейчас это тревожит многих людей. Они смотрят на этот рынок, а затем на прибыль на бумаге, и они обеспокоены тем, что снова попадут на массивный медвежий рынок с 85-90% падением. И я скажу, что действительно верю в то, что в конечном итоге мы окажемся на следующем медвежьем рынке, который снова покажет падение на 80%. Но я не думаю, что это будет в ближайшее время, учитывая всю волатильность биткоина, его профиль и историю. Я не верю в нарративы, которые не допустят игроки рынка, потому что мы уже видели снижение на 50%, да и больше, за очень короткие сроки, и, конечно же, коллапс в марте. Так что я не верю в этот нарратив. Да, я действительно верю, что мы еще увидим большое многомесячное падение медвежьего рынка на 80% или даже больше, но я не думаю, что мы увидим это сейчас. И поэтому люди столь обеспокоены тем, что они уже могли достичь вершины прямо здесь. И теперь они находят много подтверждений на графиках. Да, пока мы не вернемся выше максимумов и не пробьем эту своеобразную структуру двойной вершины, все может быть. Я первый, кто признал, это, и причина, по которой я продал небольшую часть своего распределения на 28%, я просто хотел получить прибыль, которая позволила мне быть в нынешней позиции, когда я могу быть немного более терпеливым и не волноваться из-за малейшего рода действий, которые не идут идеально по плану. Планы существуют в качестве руководства, и ты должен верить в свой план, но также и быть гибким, чтобы корректировать ситуации, когда план не соответствует анализу. Однако конкретно здесь я все еще не вижу ничего, что меня действительно пугает. Я знаю, что многие, я имею в виду, если вы вспомните об этом падении здесь три или четыре месяца назад, возможно, пару видео назад, призывы к медвежьему рынку были громкими и оглушительными, но этого не произошло. И так много людей продавали позиции прямо здесь, внизу. И даже когда биткоин резко вырос, были разговоры о том, что это был всего лишь импульсный шаг. Были сравнения с медвежьим рынком 2018 года и другими медвежьими рынками. Об этом говорили во всех социальных сетях. А затем все это утихло, когда биткоин вернулся к высоким показателям. Но что характерно, и это очень любят делать все рынки, запутывать, теперь мы имеем структуру с двойной вершиной, за которую цепляются медведи. И таков нарратив. И это либо настоящие, постоянные медведи, либо обычные люди, которые хотели бы верить в бычий рынок, но настолько озабочены потерей того, что у них есть, что цепляются за этот медвежий нарратив. С точки зрения цикла, когда я смотрю на эти 60-дневные циклы, я все еще вижу в краткосрочной перспективе восходящую структуру. В последних двух циклах минимумы сформировались выше предыдущего минимума, а максимум выше предыдущего максимума. Так что, по крайней мере, в промежуточных временных рамках мы находимся в восходящей структуре. И совсем недавно, 4 или 5 недель назад, хотя да, это выглядит как двойная вершина, у нас все еще был рекордный максимум даже на заключительной основе. На заключительной основе мы даже превысили фитиль, который был в апреле. Так что я не вижу повода для паники. Единственное, что беспокоит, так это то, что мы не увидели взрывную вершину раньше. Но повторюсь, все циклы разные, будь то 60-дневный цикл, однолетний или четырехлетний цикл, каждый видел себя по-своему. И когда ты зацикливаешься на предыдущем цикле, например, который сделал что-то такое, когда он побил исторические максимумы и пошел по прямой к вершине, когда ты зацикливаешься на рыночной необходимости действовать очень похожим образом, тогда, когда этого не происходит, ты в целом начинаешь предполагать худшее. И я думаю, что сейчас это происходит со многими людьми. Что касается меня, скажу как можно точнее и как можно короче с точки зрения анализа. Пока мы не опустимся ниже минимума в сентябре, то есть уровня около 40 тысяч долларов, я не волнуюсь, окей? Если же мы опустимся ниже этого уровня, и я имею в виду близко к этому уровню. Если мы опустимся ниже уровня 40 тысяч, я начну беспокоиться и начну хеджировать свою позицию. Так что, приведу пример. Я не хочу давать здесь никаких советов, но если бы у меня был пенсионный счет, который... который не имеет налоговых льгот или не имеет никаких налоговых проблем или проблем с отчетностью, я бы продал свою позицию прямо здесь и выкупил бы ее в случае восстановления. Так что больше гибкости в этом и в чем-то вроде счета с кредитным плечом, торгового счета или даже смарт-счета, который подлежит определенным налоговым соображениям. Есть и другие варианты хеджирования этой позиции. Например, это может быть шорт-позицией на фьючерсном рынке. Я хочу сказать, что падение ниже 40 тысяч это повод для беспокойства. И меня беспокоит, что у нас есть какая-то структура с двойной вершиной. Беспокоит, что это была маниакальная вершина. Если ее можно определить маниакальной вершиной. Но если это был пик цикла, и это было своего рода повторным тестом этого уровня перед откатом, то тогда я должен был быть готов к однолетнему медвежьему рынку, который последует за этой точкой. И этот медвежий рынок не обязательно может быть массивным движением вниз. Это может быть серьезным карательным движением в сторону. Я имею в виду, что у нас было что-то похожее на это, когда мы достигли пика в июне. И мы действительно не восстановились. И на самом деле не разыгрались снова и не достигли нового максимума в течение более года. И в середине всего этого было падение медвежьего рынка или значительное падение от дна. Что касается пути вперед, в этом случае есть несколько путей вперед. Но опять же, пока эта структура держится, и это безусловно пока этот уровень 30 тысяч долларов, я думаю, что это очень-очень важный уровень, выходящий из этого 50-процентного спада. Если бы тот уровень, уровень 30 тысяч долларов, был бы тогда пробит, я бы непременно избавился бы от всех своих позиций. Я имею в виду, что я всегда буду сохранять какую-то небольшую позицию, которая как бы выходит за рамки четырехлетних циклов в целом. Но я бы серьезно задумался, если бы уровень 30 тысяч был бы пробит. С заключительной точки зрения, сперва еженедельный звонок, затем серьезные проблемы для этого рынка. И ценовое действие тогда скажет мне, что мы находимся на пути к снижению, а затем и к нижним целям. Потому что был вопрос, так много людей спрашивали об этом. Нижние цели действительно открывают почти все, что вы можете представить. И называйте меня сумасшедшим, но нижние цели действительно могут опуститься. Как я говорил, от пика к минимуму. Перспектива может снизиться на 85%. Есть вероятность, что снижение до уровня 10 тысяч будет отражать типы спадов, которые мы наблюдали в предыдущих четырехлетних циклах. Пока же мы видели только расширение в 3-4 раза от предыдущих максимумов 2017 года. Таким образом, на медвежьем рынке можно было бы привести аргумент, что если бы мы достигли вершины в этой области, то поскольку мы не видели тип расширения в сторону быков или пика, расширение вниз может быть не таким уж и плохим. Но безусловно, если взглянуть на 2019 год или вернуться к пику 2017-го, будет ли это целью? Опять же, максимально осторожно подбирая слова. Если по какой-то причине мы бы были на вершине в этой области, я в это не верю, совсем не верю. Если уж говорить честно, если ценовое движение говорит мне об обратном, то я быстро сделаю это. Хеджирую и продам на уровне 40 тысяч долларов, а затем в конечном итоге уйду на уровне 30 тысяч долларов. Конец света ли это? Нет, по крайней мере для меня. Это не конец света для любого, кто активно следил за процессом и по сути получал почти 10-кратную прибыль на месте при любых инвестициях. Это феноменально. Особенно, особенно если это было так, учитывая, что у нас было только 3- или 4-кратное расширение, когда все ожидали 10-кратное расширение до 200 тысяч и выше. И особенно, учитывая огромную и значительную волатильность, которую мы наблюдали в течение этого 4-летнего цикла, иметь возможность уйти в худшем случае с 10-кратным приростом за этот период. Учитывая все это, я считаю это хорошим результатом. Окей, это отбрасывает всемедвежий разговор, все отрицательные разговоры. Давайте о чем-нибудь позитивном. С точки зрения 4-летнего цикла, используя 60-дневные циклы в качестве ориентира, я думаю, что сейчас мы, вероятно, смотрим на боковой прорыв к минимуму следующего 60-дневного цикла во временные рамки февраля. И то, что я ищу, это как бы построить эту правую сторону здесь немного больше и просто быть с ограниченным диапазоном от, скажем, может быть, от 40, от самых низких 40 тысяч до 60 тысяч на еще один цикл, прежде чем снова протестировать эти исторические максимумы и пробиться. Теперь, если это произойдет, и мы пойдем по этому пути, я верю, что мы увидим окончательный прорыв этого уровня, мы увидим последний выстрел, и он будет метким и быстрым, и, возможно, всего два 60-дневных цикла и не более. 120-дневный четырехмесячный период. Мы видели это и раньше с типом движения, которое мы видели здесь в марте 2019-го, и, конечно же, мы видели это с движением в октябре. Это были движения от трех до пяти месяцев, и я определенно считаю, что, учитывая время четырехлетнего цикла, считаю, что следующий минимум четырехлетнего цикла будет через год. Я верю, что в конечном итоге, когда мы действительно прорвемся к росту, это будет быстрый ход, и большинство людей снова упустят его, а также начнут покупать по цене около 60, 70, 80 и 90 тысяч, и оставляя себе очень мало места для вершины. А все потому, что если мы все-таки добьемся этого роста, все нарративы о суперциклах и все поддерживающие нарративы вернутся в силу, высасывая все участие на вершину, чтобы обеспечить ликвидность для этого рынка до вершины и их возможного разворота вниз. По мне, опять же, глядя на месячный график, мы сейчас находимся на 10-месячной скользящей средней. 10-месячная скользящая средняя тренда для меня очень важна. Мне нравится видеть, что любой восходящий тренд бычьего рынка соответствует 10-дневной, 10-месячной или 10-дневной, в данном случае 10-месячной, скользящей средней. Прямо сейчас мы прямо в этой точке, чуть ниже этого уровня. Итак, вот что я говорю, нам нужно построить здесь эту базу и удерживать такой уровень. Именно поэтому потеря июньских минимумов говорит мне о том, что тренд завершился. В этот момент в цикле уже слишком поздно, но вы можете уйти в начале цикла, как мы это сделали здесь в марте. Конечно же, все это потому, что мы слишком сильно растянулись в одну сторону, а затем маятник качнулся в другую сторону. На этот раз у нас 3 года в 4-летнем цикле, и мы должны войти в эту взрывную спекулятивную фазу цикла. Я не вижу рынка, который мог бы поддерживать ежемесячный спад ниже этого уровня 30 тысяч долларов, а затем разворачиваться, поднимаясь до максимума. Как я понимаю, просто недостаточно времени для того, чтобы это обыграть. Вот почему я говорю, что нам нужно удерживать этот уровень. Мы можем опуститься до 40, мы даже можем резко опуститься до 30, и в итоге получить фитиль, похожий на фитиль марта 2020 года. В конце концов, к февралю я ожидаю движения, вернувшиеся к проверке этих максимумов, а затем, как я уже сказал, может быть 2 цикла, не более 2 цикла, наверное, в летние месяцы, стремящихся к этому пику, затем падение медвежьего рынка, а затем позвольте мне представить, нет, не представить, ведь я уже говорил об этом. Я думаю, что мы сможем продолжить это относительно быстрым, относительно быстрым падением медвежьего рынка к минимуму 4-летнего цикла, более острым по своей природе, чем все остальные, а затем последует V-образное восстановление, чтобы сделать один финальный забег до пика следующего цикла, и это будет следующий 4-летний цикл, рано достигающий своего пика. Поэтому это не что-то вроде идеи расширенного цикла. Минимумы 4-летнего цикла по-прежнему останутся неизменными. Это пик цикла, с которым я начал это видео, который может наступить в любой момент цикла. И на мой взгляд, с более долгосрочной точки зрения, мы увидим более гладкий и округленный паттерн, поскольку мы начнем достигать этих более высоких уровней рыночной капитализации и начнем достигать общего уровня зрелости для класса активов. Я считаю, что это взрывное движение создает условия не только для более уродливого медвежьего рынка, сколько для медвежьего рынка, похожего на NASDAQ периода 2000-2003 годов, когда после массового прорыва был действительно долгий период консолидации. И я думаю, что это то, к чему сейчас настраивается этот рынок. Разумеется, нет смысла говорить о следующем четырехлетнем цикле, когда мы все еще пытаемся разобраться с этим четырехлетним циклом. И как бы то ни было, мы все еще имеем дело со взрывным движением для этого цикла. Так что давайте просто отложим это в сторону. И на самом деле это никак не меняет и вообще не должно менять ваше поведение с точки зрения распределения. Итак, актуальный четырехлетний цикл. Вернемся к нему. Я все еще верю и снова повторюсь, чтобы действительно резюмировать это видео и подвести итоги, что мы направляемся к этому движению вот здесь. Что падение ниже 30 это окончательная позиция для выхода, или сигнал к выходу. А при падении ниже 40 вероятно появится область, где вам захочется хеджировать. Я не могу описать, как это сделать. То, как это выполнить, решать лично вам. Но вам все-таки стоит беспокоиться на этом уровне 30 тысяч долларов. Это наиболее важный уровень. И потеря этого уровня знаменует бычий рынок для этого четырехлетнего цикла. В противном случае я просто советую пересмотреть мои другие видео и сосредоточиться на своем психическом состоянии, и на психологии. Если вы не можете удерживать эту большую прибыльную позицию, и это вас пугает, я уже говорил об этом раньше, частично избавьтесь от нее. Получите немного прибыли по курсу биткоинов в 47 тысяч долларов. Не стоит думать, ну не так давно курс был 64 тысячи, я потерял такую большую прибыль. Куда лучше думать, я купил за 4, 5, 8, 14, сколько угодно тысяч, а теперь уже 45. И это здорово. Но я бы порекомендовал это только людям, которые не находят себе покоя с размером своей позиции, которые просыпаются утром и ночью, первым делом смотря на курс, и действительно волнуются о том, достиг ли этот рынок вершины. Если вы находитесь в таком положении, вы, вероятно, закупили слишком много, у вас слишком много рисков, вы слишком много рискуете. Так что не позволяйте рынку вынудить вас покинуть позицию в этот момент, особенно если будет падение, скажем, до 35 тысяч, и не позволяйте аннулировать этот месячный график. Если вы собираетесь вырвать эту позицию, потому что боитесь еще одного падения на 10 тысяч долларов, тогда просто начните получать небольшую прибыль. Это не конец света. Если вы можете поддерживать рынок, если это может помочь вам в следующем 4-летнем цикле, держитесь за свою позицию. Именно это вы и должны делать. В общем, я надеюсь, что это поможет. Повторюсь, я выпустил 13-15 видео на тему этого 4-летнего цикла. Основной посыл один и тот же. Он повторяется. Все это больше о том, как вы относитесь к рынку и о самодисциплине. Это в конечном итоге будет определяющим фактором вашего успеха. Целыми днями смотреть на графики. Если вы смотрите на график достаточно долго и у вас есть какое-то предубеждение, тогда вы найдете то, что хотите увидеть. И то, что ваше предубеждение говорит вам увидеть. Вместо того, чтобы просто следовать тренду. Просто следовать циклу. На данный момент мы находимся на 10-месячной скользящей средней, которая растет. Пока что следуйте ей. И повторюсь, адаптируйтесь, если она изменится, когда факты изменятся. Но они пока что не изменились. Рынки не подразумевают легкость. Торговля и хранение биткоинов никогда не было легким делом. Так что уважайте это и знайте, что это так. И я думаю, что в конце концов у вас все получится. В конечном итоге, каким бы ни был результат этого четырехлетнего цикла, вы должны преуспеть и быть в состоянии преуспеть, несмотря ни на что. Вопрос только в том, насколько хорошо преуспеть. Большое вам спасибо. Следующее видео будет где-то через два месяца. Всего наилучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!